давайте заценим давайте заценим а кончи вот хамелеон или порты блин антизонинг всяких тварей потом как аня надо миллион копирует у она и синие разно а китану видно было она сделала джейд а вот это чего понравится о скелеты разлетаются прикольно о клетка видеть есть а 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 раздробил на несколько моделей он прикольно что джейд в конце вот сто процентов моменте подождите я сейчас вернусь не слышал я здесь давайте еще раз поглядим обсудим да интересно было да неплохо я согласен давайте еще раз посмотрим о это краб я даже не понял я думаю это сперва какой-то от октавиус короче я подумал сперва я подумал это вообще какой-то этот осьминог если честно лучшего качества конечно не завезли потому что только сейчас выпустили ролик так ну прикольные детали там щупается когти всякие разные это вообще как языки выглядят для меня если честно давайте дальше а вот ну такого серого цвета хамелеон зеленый цвет фиолетовым прикольно выглядит прям портал как урика и морти очень красивая камелеон мне очень нравится похоже на какую-то такую принцессу снежану вот вон сабыч уже со своей палкой на нее смотрю блин ну очень красивая она посмотрите ну мне как я говорю да мне очень она зашла этот взгляд конечно не у меня немножко поражает у куанчи а она вот как раз как будто бы перекрашивать или это просто отражение фиолетового да да вот она была как милина окей назад 31 как будто бы и потом какой-то спешил наверно либо это такой лаун так видели что она как милина была до хамелеон это прикольно было еще раз давайте поглядим вот это вот вот этот мув этот мув в конце когда он и на это вообще так жестко выглядит очень брутально если мы смотрели там мк 10 лимка 9 там блин не так жестко это как-то вылилось здесь прям настолько смачно он ногой дает что я шоке бабах тут видно он наверное нажал просто на камел и поменялся камел мне так кажется на джейд я так думаю я не знаю конечно но так выглядит как у тремора типа знаешь форму менять смотрим еще раз поменялась дала ауру как у джейд так потом раз кинула блин разоранг или как они называются извиняюсь я не не знаю не помню за рангом кинула типа как сарина и тут подальше но прикольно что можно брать такую ауру это прикольно у нас уже есть милина есть джейд китана была была по ходу они если не ошибаюсь или сиду но наверное то не было то есть уже вот теперь у нас персонажа есть вот смотрим да или или это милина милина вот это вот прикольно он сделал клетку еще что-то вызвал вон видно сейчас будет запуливать по моему большой череп красный они маленькие с усилением были и был большой который сжирает весь зонинг вау и доходит прям до конца вау это красиво так опять что то есть телепорт блин вообще столько много экшена я вообще это вообще что-то слишком много а это это телепорт я думал что за комод летит сверху вот он его сжрал и и здесь он уже появляется и можно уже здесь комбить опять же большим черепом это опять же делать телепорт и опять так захват вперед было тут вообще не было 100 миллион так усиление а он поднимает воздух и тут уже идет от милины она вот тут уже понятно это была бруталка вайфаталка точнее это нам не нужно да еще раз классный классный но столько много всего ребята даже не могу понять я вижу что есть еще зонинг сверху есть помимо нескольких зонингов опции зонингов у него есть еще опция сверху и дать да и диагонально по моему ни у кого нету диагонального зонинга вот такой зонинг был как бы у джейд да у джейд был такой диагональный зонинг вот ну кабалу китаны да у кабалу китаны был вот михаил любимые снаряды воздух земля который он говорит никак не отобежь да да вот это тоже заметил что еще вот блок как я увидел прикольно там просто появляется зеленый череп большой оп вот он блокировал и скорпиона сейчас наказывает вперед захват совсем необычно да я тоже согласен для меня что-то я сейчас смотрю это как будто блин а мозг перенагружает все непонятно зачем осьминог откуда они взяли и фиолетовый цвет вот типа повелитель как я понимаю всяких тварей я это конечно понимаю но как будто это блин слишком много для меня ну не знаю как как вам а как будто бы слишком много инпута и слишком много разных также цветов да то есть фиолетовые зеленые и и блин щупальца какие-то слишком много какого-то экшена как происходит на экране как будто бы трудно даже сфокусироваться даже мне сейчас просто по трейлеру чтобы просто понять что вообще жмёт этот человек где этом спешила и так далее ну как я это вижу сейчас надо несколько красного просто фаталити мне понравилось мне фаталити тоже понравилось кстати и не знаю ты смотрел фильм был клетка назывался типа про чуиху которые до сознание другого заходила и вот они там типа в подсознание какого-то убийцы заходили чтобы это узнать где его жертва спрятана и вот там в его подсознание было было сцена где стоит лошадь на него так вот падают стекла и раздвигают и типа вот она лошадь в разрезе получается в этот прям оттуда взяты этот еще какого по интернету ходил клипа вот с нарезками за этого фильма к песни король шут воспоминания было любви вот можно там это кусок посмотреть что-то крайне пишите плану это чё у него командник или нет нет извиняюсь говорит перри никого это да как его защита типа да перри я чё-то пока не видит прикольно что еще d2 там выскакивает скелет то есть он бьет вместе скелетом вместе дальше доставать наверное будет какое-то как я после но пса и быта в одиннадцатой части больше никем не мог нажимать апперкот просто потому что он бьет серпом остальные бьют кулаком то есть там но остальные кто я заиграл за шансом закабала да они бьют кулаком прям вот перед собой перед собой и этот достает но подальше все таки вот когда аура шла когда аура у кучи с помощью джейда через него снаряд проходит я не знаю автоматически это или нет наверное нет все таки наверное кто нажимает тут спешил но за спиной у саба появляется ножка и вырубает его типа каина в смысле приобретать это разни премиум брал странно по моему тот кто купил премиум получит весь пак ну да как я знаю а по нету на обычный взял мне еще тут прикольнуло что из черепушки самого куанчи вылетает сам его череп лист глаз или или из головы до головы и канальный зонинг у нас два колдона есть блин ну так то куанчи наверно будет покруче шансунок в каком-то смысле я так сейчас скажу потому что конечно у него вон но вот этот череп скорее всего он какой-нибудь средний большой который да он капец он здоровый во первых он жирает весь зонинг то есть мне к шансунгу уже трудно подойти а блин а к куанчи я вообще наверное ждется другого кого-то мейнити или его самого либо брать сабзиро как камео чтобы вообще как-то пройти это что-то жесть какая-то клетка да интересная вот кстати крэйн тоже пишет мне тоже интересно она 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 как она работает то что видно что шансун пытается выбраться да он пытается что-то сделать там бьется об эту клетку но ничего не может сделать интересная штука пока он условно выглядит когда но если бы не его вот эти вот осьминоги и порталы то он выглядел бы как доделанный шансун ну да да так и есть ну короче это игры ну псайбит распилили насколько тут персонажей получается портала далеко он че что там еще кому отдали а серп сарине отдали кстати у сарина серп один в один этого ну псайбит из-за одиннадцатой части вот да и крэйн тоже написал каком мы смысле вы имеете ввиду серп отдали а сарине из-за ну псайбита ты имеешь ввиду да 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 серп ну псайбит из одиннадцатой части да там этот был мой любимый арктический как там там назывался такой серп и у него эти типо как скелет рыбы да да знаю 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 теперь понял а кстати еще что то что тут джейтон вызывает я не помню как это называется то есть вот он добил чувака то есть с абзира он вот здесь бьет и сразу он может юзать например ауру джейт как это называется что там амбуш что-то там было амбуш это ну это из засады удар получается то есть он атакует и он может сразу применить джейт сделать ауру если кто-то там станет с зонингом например да это удобная штука так то ну а по-хорошему ну наверное она так и должна работать да и кстати тут еще я заметил что тут потому что это вот как в одиннадцатой части да даже типа ну вот это ауру джейтона конечно там очень неприкольная но блин пока ты ее нажимаешь ты получаешь но ты тратишь время ну да вот а за то время что джейт вызвал ауру я успевал сверху на нее труп уронить ну вот смотри еще что тут интересного это то что после того как он взял ауру да кинул лаунчер сделал свою камбушку уронил с обычно нет подожди я перелеснул перелеснул нет он он сделал как через ауру пролетает снежок через кланчи да и тут же он бьет ножкой делает наверное как у сарины вперед камео вылетает джейт и кидает разоранг он пролетает через саб-зиро и возвращается обратно и опять же можно типа так комбить как как у сарины да да неплохо неплохо но тут потенциал очень хороший так то я посмотрю мне даже камелеон больше зашла если честно сейчас и кончи больше зашли чем тремор например тремор типа вышел я даже его не раз не узал не ну кто-то говорит что он неимоверно сильный но не знаю я там смотрел даже с рептилией короче ну там тоже есть камбы кое-какие там есть классная классные штуки но блин например для рептилии это вообще как вообще не сможешь ты нормально с ним играть я сегодня посмотрел хани би как он играет против забыл я как это там одного чувака зовут он короче играл против него и написал что о 200 процентов я буду играть за тремора потом в конце видео он такой наверное все таки нет наверно ноль процентов потому что он с тремором играл блин он капец там просирал я думаю блин зачем тебе это все надо если у тебя есть например скорпион тоже как я играет нас с геном км и вам намного много урона и кстати я нашел одну камбу где я могу за за рептилию теперь сделать примерно 500 510 урона прикол а я я хочу научиться эту камбу делать очень классно вот короче для нас рептилоидов мр это не то и то что я подумал думаю блин надо взять тремора и попробовать короче короче делать вот эту защиту где тебя типа бьют ты быстро восстанавливаешься и можешь как бы ну ответить да блин это вообще хани би играл и вообще ему никак ну никак не удавалось уйти там из зонинга или уйти от атак даже хотя у него эта броня была это нифига не помогло ему он даже проигрывал раунды а там можно было как-то спастись особенно особен я вот думал из-за чего я хочу взять тремора это против кенши и он играл против кенши не мог выиграть но тремор выглядит вот как вот в дэдбай дэлайт сейчас то есть там как с каждым новым персонажем добавляют три новых навыка а персонажа уже очень много то есть там умножить все на три то есть там в игре там больше 90 навыков и просто уже то есть ты не знаешь что еще добавить как бы все уже есть на тебя заканчивается день и ты начинаешь какой тут какие-то просто совершенно непонятно невообразимые навыки которые спрашивают зачем ты вообще сделал вот и вот тремор выглядит так как будто бы вот это уже никакой там условно не первый дополнительный помощник а там о этот риперов скидка лазер вижу у тебя у меня ну да ты сейчас сворачивал youtube и у тебя эквалайзера рипер этот был как он там ряпак рякил да